Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 26 февраля, понедельник. История первая. Владимир Зеленский озвучил данные о потерях в СССР. По его словам, на войне погибло 31 тысяча украинских военных. В то же время, согласно его информации, в боевых действиях погибли 180 тысяч российских военнослужащих. Эти данные президент Украины раскрыл на пресс-конференции, которая была посвящена итогам двух лет войны. 31 тысяча украинцев, военных, погибло в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, то что врет Путин со своим кругом лживым. Но каждая потеря, каждый человек, это большая потеря для нас. Россияне загинуло. Их погибло 180 тысяч. Ранее Киев не обнародовал цифры потерь, ссылаясь на военную тайну. Несколько дней назад Зеленский заявлял, что убиты десятки тысяч людей. А примерное соотношение погибших украинских и российских военных составляет 1 к 5. В ходе общения с журналистами Зеленский также прокомментировал будущее контрнаступления Украины. По его словам, сейчас разрабатываются несколько планов, детали которых президент не сообщил, чтобы не произошла утечка информации. По его словам, март, апрель будут сложными для Киева. Сложности связаны с финансовой поддержкой США, которая ждет одобрения в Конгрессе. И с недостатком систем ПВО «Патриот», которые могли бы переломить ситуацию на поле боя. История вторая. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии естественной смертью из-за тромба. Об этом глава ГУР сообщил на форуме «Украина год-24». Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная смерть. Между тем, основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин утверждает, что по его источникам Алексея Навального убили после пыток. Вчера через Христа Грозева я передал наше предложение о помощи. Передал информацию, которую мы за эти дни получали через источники «ГУЛАГУ.нет». И эта информация, эти данные указывают на то, что Алексей Анатольевич Навальный с 15 на 16 февраля 2024 года был запытан и убит. Добавлю, что соратники Навального и его жена Юли также заявляли, что политик был убит. О смерти Навального в колонии в СИН сообщило 16 февраля. Пропагандистский телеканал «Арти» утверждал, что причиной стал оторвавшийся тромб. Людмиле Навальной сообщили в колонии, что ее сын умер от синдрома внезапной смерти. Тело Алексея Навального не выдавали родственникам 9 дней. Следователи шантажировали мать-политика и выдвигали различные условия. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери. История третья. В Крыму российские военные жестоко избили посетителей кафе. Инцидент произошел в поселке Черноморское на северо-западе аннексированного полуострова. Нападение совершили военные из добровольческой бригады «Медведи». Видео с камер наблюдения появилось в соцсетях. На записи видно, как люди в военной форме оскорбляют гражданских, избивают их дубинками и стреляют в воздух. По словам очевидцев, причиной ЧП стал конфликт посетителей кафе с двумя военными, которые вызвали подкрепление. Пострадавшим оказали медпомощь. Большинству из них госпитализация не понадобилась. Затканалы сообщают, что нападавшие установлены, а силовики уже возбудили уголовное дело. Добровольческая бригада «Медведи» основана в Крыму под протекцией местных оккупационных властей. Предположительно, она входит в псевдочевака редут, которую контролирует российская Минобороны. История четвертая. Александр Лукашенко заявил, что примет участие в президентских выборах в Беларуси, которые пройдут в 2025 году. То есть он собирается баллотироваться уже в восьмой раз подряд. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. В воскресенье Лукашенко принял участие в голосовании на выборах в Нижнюю палату парламента Беларуси. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская назвала эти выборы фарсом и призвала их бойкотировать. Лукашенко находится у власти в Беларуси 30 лет. Впервые он победил на выборах президента в 1994 году. После выборов 2020 года оппозиция не признала итоги голосования, заявив о массовых фальсификациях. В стране начались многомесячные протесты, которые жестоко разгоняли силовики. Многие лидеры оппозиции оказались в заключении или выдавлены за границу. США и ряд других стран не признали Лукашенко легитимным главой государства. История пятая. Дональд Трамп победил на республиканских праймерис в Южной Каролине. Бывшего президента США поддержали около 60% голосовавших. Его соперница Ники Хейли, которая дважды избиралась губернатором этого штата, получила почти 40% голосов. Хейли заявила, что продолжит борьбу как минимум до супер-вторника, 5 марта, когда праймерис пройдут сразу в 15 штатах. Республиканцы провели внутрипартийные выборы уже в пяти регионах страны. На всех победил Трамп. Следующее внутрипартийное голосование пройдет 28 февраля в Мичигане. У демократов праймерис в Южной Каролине состоялись еще в начале февраля. Действующий президент Байден, у которого практически нет серьезных конкурентов, набрал более 90% голосов. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд Файв». Субтитры создавал DimaTorzok